Здравствуйте, дорогие зрители! Мы остановились с вами на том, что центром вот этого быта, культуры, дворянской семьи был дом, шире салон, и в связи с этим встает вопрос о хозяйках салона, салонов, о домах, и это вопрос, конечно же, о тех женщинах, которые вошли в историю русской культуры, как, ну, они не только были держательницами, хозяйками салонов, но женщины, воплотившиеся в определенный идеал вот этой женской или добродетели, или наоборот, недобродетели, идеал, который показывал, вот как формировалось действительно определенное пространство домашнего, салонного времяпрепровождения. Надо сказать, что начало XIX века, оно входит в русскую культуру еще и не только через имя Карамзина очень значимо, но и через имя Василия Андреевича Жуковского. И Василий Андреевич Жуковский, он прожил долгую жизнь, и он прожил жизнь очень многообразную, такую необычную жизнь, потому что, казалось бы, его начало этой жизни поэта, романтика безнадежно влюбленного в свою родственницу Машу Протасову, оно, собственно, настолько было, это яркая страница его биографии, что не предполагало дальнейшего развития сюжета, а сюжет был, и был именно уже сюжет семейный. Но пока мы остановимся как раз вот на Маше Протасовой, на этой любви, безнадежной любви не потому, что Маша ему отказывала, а потому, что они были родственниками, и этот брак не мог свершиться. И вот двое молодых, он воспитывал детей своей сводной сестры, и его воспитницы Маша и Саша Протасовы. Саша стала Вагейковой, а Маша вышла замуж за немца Мойера, стала Маша Мойер. Вот эти две девушки, они воплотили в себя идеал как раз некой женской красоты и женского образа. Маша Протасова была по воспоминаниям современников действительно тем предметом любви, который отвечал тому, что о ней написано. «Люблю Машу как жизни», признался Жуковский своему другу Тургеневу Александру Ивановичу, и действительно он ее любил так, но это было за что любить. Было за что ее любить. Она действительно восприняла его уроки, своего учителя Жуковского, который воспитывал, как бы давал уроки и литературы, и нравственности своим племянницам Саши и Маши. И она была очень способной ученицей. В мемуарах Вигеля сохранилась такая словесная зарисовка ее. Во всем существе ее, в голосе, во взгляде было нечто неизъяснимо обворожительное. В ее улыбке не было ничего ни радостного, ни грозного, а что-то покорное. С большим умом и сведениями соединяла она необыкновенную скромность и смирение. Начиная с ее имени, все в ней было просто, естественно и в то же время восхитительно. Других женщин, которые нравятся, кажется, взял бы да и расцеловал. Она, находясь такими, как она, все хочется пасть к ногам их. Но что она была, как будто не от мира всего. И это совершенство сделалось добычей дюжевого немца, правда, доброго, честного и ученого, который всемирно старался сделать ее счастливой, но успевал ли. В этом позволю я себе сомневаться. Смотреть на сей неравный союз был мне нетерпимо. Эту элегию никак не умел я прилазить к холодной диссертации. Про элегию это была Маша. Надо сказать, что очень долго и Жуковский, и Маша Протасова несли это чувство друг к другу. И они сначала, Жуковский попытался как-то добиться разрешения на этот брак. Но у него это не получилось. И к Маше посвадался немец, профессор медицины Дербского университета Муэр. Мать настаивала на свадьбе, и Маша решилась. Жуковский в отчаянии пишет. Маша, откликнись, открой мне глаза, мне кажется, я все потерял. И все же добавляет, лишь бы Маша была счастлива. К свадьбе, которая стояла с 14 января 2017 года, он написал следующие строки. «Счастливец, ею ты любим, но будет ли она любима так тобою, как сердцем искренним моим, как пламенной моей душою?» Муэр страстно любил Машу. С ее именем он скончался, пережив ее на 35 лет. Но действительно Маша любила не Муэра, а любила она Василия Андреевича Жуковского. И вот эта возвышенность ее души, которую очень четко уловил Вигель в воспоминаниях о ней, ее, с другой стороны, покорность, скромность, желание, искреннее желание делать доброе, все это в ней было, ее невозможно было не любить. Она поставила, что называется, на своей личной жизни крест. Она была очень благодарна своему супругу за то, что он ее любил, за то, что он дал ей семейное спокойное существование, освободил ее мать от тяжелого характера отца и так далее, и так далее. И вот все это она несла с благодарностью. И, в общем-то, этот покой, который дал маме, как она пишет, ее супруг, она очень ценила. Покой, простите, не от отца Твоейкова, который устраивал дзикие сцены в семье. Вот так, собственно, развивалась эта история, и так формировался облик женщины возвышенной, добродетельной. Маша действительно пытается вот в этой ситуации, в ситуации своего личного, скажем так, несчастья, не несчастья, по одно слово, в смысле горя, а несчастья, делать какое-то доброе дело, добрые дела. То, чему ее учил, конечно же, когда-то Василий Андреевич Жуковский. Она пишет своей подруге Дуняше Киреевской, она же ее двоюродная сестра, о том, что можно и должно жить без счастья. Так, мой друг, можно и должно жизнь сделать чем-то важным без счастья, без восхищения, а с должностью просто. Вот это пишет девушка, молодая девушка. Через много лет Пушкин, которого называют «наш все», написал на свете, «Счастья нет, но есть покой и воля. Давно завидная мечтается мне доля, Давно усталый раб замыслил я побег В обитель дальнюю трудов и чистых нек». Вот Маша Протасова, по сути дела, пишет о том же самом покое, которое, несомненно, имеет свои стуки в духовном покое, а не в личном счастье, потому что личное счастье, оно его может быть, а может и не быть. Так, эта любовь двух людей, которые не могут соединиться, формировала облик действительно очень духовной, возвышенной женщины, которая занимается, она пыталась и занималась действительно добрыми делами. Она, например, работала в больнице, для нее не было никакой такой работы, которая могла бы быть унизительной. Она решила, что у нее есть определенное исполнение человеческого долга, и это станет ее не то чтобы оправданием разбитой любви, это станет некой сублимацией тех чувств, которые она, несомненно, испытывала к Василию Андреевичу Жуковскому. Она работала в больнице, своими средствами, денег пускалась на больницу мало, она своими средствами пыталась восполнить, заготавливала сама с лета капусту, другие продукты, вставала на заре, готовила больным завтраки, обеды, в дополнение к скудному рациону. Это дворянская девушка, получившая достаточно изниженное воспитание и будучи слабого здоровья, потому что в их семье был наследственный туберкулез. Она многое понимала в медицине. Муж врач. Если мужа срочно кому-то вызывали, ночью Маша могла вместе с мужем оказать врачебную помощь. Постоянно изучала она медицину и пополняла свои знания теоретически и практически. Вот действительно такой совершенно необычный образ женщины. Она поехала, как-то так получилось, что она поехала в место, где они когда-то были счастливы Жуковским. Но перед этим я приведу вот такой фрагмент ее письма к нему, говорящий очень о многом. «Милый друг, я опять в нерешимости. Посылать ли тебе мои бредни? Скажу тебе одно. Никогда мне не бывала твоя Нина так понятна». Жуковский написал ей стихотворение, где называют ее Ниной. «Как теперь? Я думаю, вопреки твоему молчанию, что ты держишь то, что в ней обещал. Вечную верность первой единственной любви имеется в виду. Когда мне случится без ума, грустно, то я заберусь в свою горницу и скажу громко, Жуковский, и всегда станет легче». Речь идет, конечно, о том, что два сердца друг другу подают весть. Как говорил Жуковский, сердце сердцу весть подает. Маша жила воспоминаниями и теми чувствами к Василию Андреевичу, которые у нее не умирали. Когда она попала в Муратово, где когда-то ходила вместе с Жуковским, где все напоминало о нем, то вот тогда она написала «Везде, в других местах я умела подчиняться рассудку». Она написала это ему. «Но здесь, в Муратове, в ваших комнатах, признаюсь тебе, сердце отказывалось даже верить в происшедшему. Оно чувствовало себя настолько покинутым, что не осмеливалось обращать глаза на прошедшее. Я знала, что я тебе была». Жуковский ответил. И после этого следующие строки. «О, милый, твою письмо возвратило мне все. И прошедшее, и потерянное в настоящем, и всю прелесть надежды. Твоя комната с письмом твоим в руках, есть мой рай земной». Это было уже незадолго до ее смерти. Она умерла от туберкулеза. И за семь дней до ее кончины Жуковский ее видел. Умерла она в 1823 году. И, умирая, она все время звала Жуковского. И письмо к него было недописано. «Друг мой, это письмо получишь ты тогда, когда меня подли вас не будет, но когда я еще буду к вам душою. Тебе обязана я своим живейшим счастьем, которое только ощущала». «Одна мысль, которая меня беспокоит, есть то, что я недовольна, была полезна на всем свете. Не исполнена цели, для которой создана была. Но это чрезмерное желание, которое во всю жизнь мне не покидало, делать что-нибудь полезное. Неужели оно ни во что не причстется? Друзья, не жалейте обо мне. Я уверена в милосердии». На этом письмо кончается. Но действительно, мы видим облик совершенно неземной женщины, девушки. И в этом неземном все-таки нет нарочитости, нет неестественности. Это она действительно так чувствует. Для человека 21-го столетия, наверное, это совершенно непонятное мировосприятие, непонятное мировосприятие, непонятное мировощущение. Но они друг друга любили. И разлученные они все равно чувствовали друг друга. И эта любовь послужила к чему-то тому, что сделала выше и того, и другого. Вот такой облик женщины, ну, конечно, это был некий недосягаемый идеал. Но, тем не менее, этот идеал начинает формировать определенное поведение в салонах. В салонах как форме жизни. Светский салон, начало 19-го столетия, особое, опять-таки, пространство, подобное и пространству маскарады. Вот перед вами вы видите одни из таких зарисовок жанровых сцен того времени. В светских салонах нельзя сказать, что проводили время без толку. Что это было пустое времяпрепровождение. Это было блестящее времяпрепровождение. Хотя бы потому, что собирались там, конечно же, образованнейшие люди. И не случайно в Евгении Онегине Александр Сергеевич очень скептически настроенный. И против моды, и против света. И, в общем-то, даже не скептически, а трагически показавший отстояние модных людей от своих собственных образов. Показал он прекрасно, как они становятся призраками. Тем не менее, он отдаёт дань салону, как таковому, светской остроумной беседе, культуре остроумной светской беседы. Сам Александр Сергеевич отличался этой культурой. И, несомненно, она была сформирована. Не только дана была природным умом, дрованем и так далее. Но и, конечно же, светским салоном. Один из, можно сказать, первых таких салонов был салон Софьи Дмитриевны Пономарёвой. Её изображения до нас практически не дошли, но их немного, скажем так. Это была очень необычная по внешности молодая женщина. Она вышла урождённой, она была Софья Дмитриевна Софи Позняк, сестра Ивана Позняка, лицеиста второго выпуска. Вот она вышла замуж в своё время, молодой она вышла замуж за сына богатого откупщика. И её муж её обожал. И поскольку он был человек богатым, он предоставлял ей все средства, чтобы она занималась литературой. И не только литература, чтобы у неё был как раз вот такой изящный салон. Большая выдумщица всяких проказов. Как раз мы говорили про неё, что она знала европейские языки, и блестяще на четырёх европейских языках говорила, и при этом прекрасно говорила на русском. И что она делала? Она иногда на почтовой станции между Москвой и Петербургом можно было видеть прихорошенькую молодую крестьяночку, которую предлагала яблоки. «Купите, барин, дешево отдам». Потом расхохочется, да как бросится на шею. Смеху и удивлению не было конца. Это была переодетая Софья Дмитриевна Пономарёва. Она любила мистификации, была очень жива, маленького роста, с небольшими тёмными раскосыми глазами. Ею восхищались очень многие. Она при этом очень помогала издателю журнала «Благонамеренный» Измайлову, который был в неё влюблён по-отечески. Он был её старше. Он её обожал, любовался, но и очень ценил её помощь и сотрудничество. И вот в таком доме был создан салон и определённое общество, как оно называлось, общество любителей, премудрости и словесности. София, здесь обыгрывается, конечно, её имя, хозяйка она этого салона, хозяйка этого общества. Поэтому общество любителей премудрости и словесности. Извините меня, почтенные члены общества любителей литературы и словесности. Если, вступая на поприще литературы, буду оспаривать общее мнение, что Новый год счисляться должен с 1 января. Милости вы, Государе, я совершенно с ним не согласна. Исследую правилам иных обществ, которые, вопреки истине, принятые целым светом, проповедуют свои собственные, я берусь смелость утверждать не только перед лицом учёных, полуучёных и неучёных, но даже лицом вашим. Милости вы, Государе, что Новый год, собственно, для нас должен отныне счисляться с 22 июня. Яко со дня открытия нашего общества. Такова воля моя, заканчивает попечительница общества, довенчает её ваше согласие. И подписывается попечитель мотыльков. Вот вы, да, речи вся Софья Дмитриевна. И мотылёк, действительно, лёгкий и порхающий. И определённое кокетство, и своенравие. И тон, привыкший к тому, чтобы её слушались. В её дом стали приходить многие и многие деятели того времени. Здесь, конечно же, описание салона Софьи Дмитриевны очень интересно. И интересно именно послушать то, как это сделал современник. Софья Дмитриевна своей живостью, как я сказала, привлекала многих. Но и это привлечение создавало ту непринуждённую атмосферу, обстановку, которая подкупала всех. И не только Измайлова, но и Жандра, Александра Поджио, Катенина, Греча, Ильичевского. Это всё имена людей друг друга знающих, блестящих людей своего времени. В одном доме возле Таврического сада на Фурштадской, где хозяин и хозяйка гостеприимны и любят отечественную словесность, собралось человек шесть литераторов, давно уже соединённых между собой узами дружбы. Говорили о разных родах стихотворений и прозы, и, наконец, о сочинениях на заданные слова. Тотчас задали слова, и добрые хозяева потребовали, чтобы сие сочинения прочтены были у них через неделю, и чтобы впредь в известные дни собирались к ним для подобных занятий. Вот, собственно, как бы что послужило поводом для того, чтобы было создано это общество. Собственно, здесь пишет следующий, другой мемуарист. «Представьте себе небольшую, но уютную гостиную, в которой вокруг стола, освещённого матовым светом лампы и заваленного книгами, цитрадями и листами, собралось несколько собеседников, простота, выражающаяся во всём. Отсутствие всяких затей, роскоши и претензий на моду немедленно сообщается каждому, даже непривычному посетителю этой гостиной. Здесь всякому весело, легко и свободно. На большом диване, в глубине комнаты, сидит Софья Дмитриевна, окружённая довольно многочисленным обществом и постоянно охраняемая Гектором и Мальвиною, её собаками, которым, не шутя, завидовали многие из присутствующих. После её на диване помещается толстый и неуклюжий издатель благонамеренного «Измайлов». На нём синий, долгополый сюртук, из которого вышло бы два кабота для людей обыкновенных. В боковых его карманах торчат бумаги, на чёрных глазах сияют серебряные очки. Дородный журналист только что возвратил с новой стихотворной данью, переходящий из рук в рук новый альбом Софьи Дмитриевны, который он, вопреки усвоенному за ним прозванию писателя «Недлидам», часто украшал произведениями. Рядом с «Измайловым» сидит Панаев, поэт Миналков, Титиров и так далее. Вот вы видите это описание гостиной Софьи Дмитриевны. И обратите внимание на такую деталь, очень немаловажную, как альбом. У Софьи Дмитриевны, как и у многих салонных дам, и не только салонных, был альбом, куда записывались стихи пожеланий. Она очень хотела получить автограф Пушкина. И вообще, да, мы очень ценили, когда кто-нибудь из известных, прекрасных поэтов посвятил бы им свои стихи и написали бы в альбоме. У Софьи Дмитриевны таких посвящений было немало. Панаев, тот самый Панаев, который был дядей издателя, уже гораздо позже, Панаева, мужа Авдосии Панаевой. Вот этот Панаев входит в дом Софьи Дмитриевны и пытается всячески получить какое-то ее расположение. Что, надо сказать, ему удается? Ну, а Софья Дмитриевна ведет себя со всеми достаточно легкомысленно, ровно. Панаев, наоборот, ей пишут стихи, в которых намекают они якобы на некую близость к Софье Дмитриевне. А сам пытается сделать так, чтобы ни Кихельбекер, ни Дельвик, ни Боротынский не были известны, ну, как не были известны, не вошли в салон Софьи Дмитриевны. Вот эти интриги, они были весьма и весьма характерны для того времени. Но, тем не менее, когда Панаев уезжает на лето, Софья Дмитриевна прекрасным образом знакомится с этими молодыми людьми. И, в частности, Дельвик Боротынский пишут ей в альбом свои восхищенные ей стихотворения. О, чародейство красоты! К любви по опыту холодной Я забывал душой свободной Безумной юности мечты И пел товарищем угодной Вино и дружество Но ты Явилась сердцем не для муки пробудила И Лера про любовь Опять заговорила Ну, чувство Дельвика Оно было действительно Чувством легкого восхищения Потому что Те переживания, истинные переживания Так же, как и у Боротынского Ждали их впереди Но, тем не менее, и Боротынский И Дельвик оставляют в альбоме Софья Дмитриевна свои стихи Прекрасно написано стихотворение Боротынского Которое выражает характер Софьи Дмитриевны О, своенравная София! От всех души я вас люблю Хотя и реже, чем другие И не искусне вас хвалю На ваших ужинах веселых Где любят смех и даже шум Где не кладут оков тяжелых Ни на уменье, ни на ум Здесь передается действительно характер Легкости Мотылька Определенного своенравия И, опять-таки, повторю, легкости Вот эта легкость Она, конечно, привлекала С легкостью Софья Дмитриевна декламировала С легкостью Софья Дмитриевна Могла писать стихи С легкостью Мотылька Она привлекала к себе людей И эта легкость, несомненно, была И плюсом, и минусом Этой молодой женщины Интересно то, что писали в ее альбом Люди самые разные И надо сказать, что Среди этих записей были Например, записи Совершенно, ну, не Те, которые передают восхищение хозяйкой Но записи серьезные Например, Рылеев счел, что Он будет писать Вот так же, как он и считает Надо жить очень строго Без этой салонной легкости Уж близок час, пишет он Близка борьба Борьба свободы С самовластьем Из поэмы Войнаровский Софья Дмитриевна Она прожила недолго Фанав считал, что В своих воспоминаниях Он написал о том, что Опять-таки он всячески делает намеки Что Софья Дмитриевна была Так же, как он, ей увлечен Потом у них наступило Некое охлаждение Потом он вернулся Когда в столицу Сообщил ей, что он собирается венчаться Софья Дмитриевна его поздравила И уехал он совершенно примиренным Но буквально через очень короткое время Софью Дмитриевну нашли на смертном адре Она неожиданно скончалась Она была уже на столе Скончавшись в самый этот день От воспаления в мозгу в день Его венчания Ну, все односелительские воспоминания Импанаева очень скептические Потому что здесь, несомненно, было Желание показать себя В этом салоне Себя среди мотыльков И было и мужское, естественно, Славие и самолюбие Показать себя первым Наряду с такими блестящими именами Как Боротынский, Дельвик, Поджо Жандр, Катенин и так далее Вот сейчас перед вами Мы пролистнем чуть-чуть наш альбом И вы увидите Собственно Женщину Которая, несомненно Является противоположностью Софьи Дмитриевне Бенмаревой Это Екатерина Николаевна Урожденная Карамзина Дочка Карамзина Того самого Николая Михайловича Карамзина О котором мы столько много говорили Она В замужестве Мещерская И вот Ее жизнь Ее облик Он как раз Очень отличается От облика И Софьи Дмитриевны И вот Этой Ее уже сестры Софи Карамзиной Сравните, пожалуйста Два этих портрета Да и совершенно разные Женские Судьбы Софи Карамзина Вы видите Что портрет Передает живость Между прочим Живость Свойственную И Софьи Дмитриевне Пономаревой Книга Лорнет Как пишет Очень тонкий исследователь Портрета Чижова Все это направлено на то Чтобы подчеркнуть Такую Обращенность К человеку К зрителю К обществу Горящие темные глаза И Задумчивая Несколько Величавая Похожая На свою Мать Екатерина Николаевна Карамзина Здесь Действительно Вот Две эти Сестры Так же Как и два Портрета Вобрали В себя По сути дела Два типа Женщины Которые Получили Ну они Как ни странно Вы видите Воспитывались В одном доме Но В питале Разное И это Не скажу Разное воспитание Но Разный Тип культуры Они Несли Жена Карамзина Николай Михайлович Карамзина Была Совершенно Удивительной Женщиной И Она Как раз Пыталась Своим детям Екатерина Алексеевна Карамзина Она Екатерина Андреевна Карамзина Она Попыталась И своим Детям Внушить Вот Те Правила Жизни Которым В которых Воспитана Была она Сама И которые Потрясали Современников Когда они Видели ее Екатерина Андреевна Карамзина Была Очень близким Другом Пушкина Будучи Намного Его старше Она Тем не менее Он Испытывал К ней Какой-то Удивительный Не только Почет Не только Уважение Но и Какую-то Удивительную Нежность Она Была Верным Другом Своему Мужу Николаю Михайловичу Карамзину Она Была Его Второй Женой Первая Умерла Очень Рано И Неутешный Карамзин Шел Пешком От Свиблова До Донского Монастыря За гробом Своей Первой Супруги Он Испытывал К первой Супруге Нежную Любовь А От Второй Он Ждал Дружбы Но Надо Сказать Что Екатерина Андреевна Дала ему Дружбу И Глубокое Глубокое Чувство Когда Николай Михайлович Карамзин Умер Она Написала Его Другу Дмитриеву Следующие Строки Зная Вашу Постоянную И Искреннюю Связь С Единственным Моим Другом Я Знала Как Кончина Его Поразит Ваше Сердце Мне Так Жаль Всех Тех Которые Его Любили И Которых Он Столько Можете Выобразить Какое Чувство Я Имею К себе Несчастной Более Всех Любимой И Столь Нежно Любившей 22 Года Любовь Это Была Моя Жизнь Все Мое Существование Екатерина Андреевна При этом Поражала Удивительной Сдержанностью Простотой И Однопременной Величавостью Несомненно Что Какие-то Черты Ее Облика Несет В себе Образ Татьяны И Вот Портрет Ее дочери Тоже Я имею Ввиду Дочери Екатерины Не пачерица Софии Карамзиной А дочери Екатерины Николаевны Карамзиной Тоже Свидетельствует Об этом Ушедший Несколько В себя Задумчивый Взгляд Грация Плавность Движений Все Это Говорит О том Что Дочь Своей Матери Пушкин Ей Сообщает О своей Помолвке Именно В поворотный Момент Своей жизни Ему Очень важно Знать Ее Отношения Очень важно Получить От нее Одобрение И она Ему Пишет Прекрасное Письмо О Женитве Я очень Признательна Что вы Подумали Обо мне В первые Минуты Вашего Счастья Это Истинное Доказательство Вашей Дрожьбы Я повторяю Мои пожелания Или скорее Надежду Что ваша Жизнь Станет Столь же Сладостной И спокойной Настолько же Насколько До этой поры Была Бурной И мрачной И что Избранная Вами Нежная И прекрасная Подруга Будет Вашим Ангелом Хранителем Что Сердце Ваше Всегда Такое Доброе Очистится Возле Вашей Молодой Супруги Вот эти Прекрасные Строки Принадлежат Матери Екатерины Николаевны Карамзиной Которые У вас Перед Портретом Именно Удивительное Последнее Прощание Было У Пушкина На смертном Одре С Той же Екатериной Андреевны Карамзиной Он просил Чтобы Ее позвали Тогда Когда он Уже Лежал Умирающий И она Потом Описала Эту Их Последнюю Встречу Описала Именно Так Как Свидетельствует В ее Писании Как Ее Писание Свидетельствует Что Она Умела Видеть Понимать Значимость Всего Момента И Вообще Исторический Трагический Момент Эпохи Сегодня Россия Потеряла Своего Дорогого Горячо Любимого Поэта Пушкина Этот Прекрасный Талант Полный Творческого Духа И силы Какая Печальная И мучительная Катастрофа Заставила Угаснуть Этот Прекрасный Сияющий Светоч Пишет Она Но Она Еще И Простите Это Пишет Ее Запись Как раз Очень Близка Запись Которую Я Привела Это Пишет Доля Еще Одна Душа Которую Понимал Пушкина Екатерина Андреевна Пришла По просьбе Пушкина К нему На Смертный Одар И он Просил Чтобы она Его Перекрестила При уходе В жизнь Вечную Что Конечно же Свидетельствует Об очень Очень Глубоком Отношении Одного К другому А София Карамзина Она Надо сказать Что так И прожила Всю жизнь Одна Этот легкий Характер Это Такое По сути дела Воспитание В себе Воспитание В себе Легкости Мотыльковости Которая Была присуща И Софье Дмитриевне Пономаревой Сделала Определенное Дело Совсем Не случайно То что Вязинский Посвятил Ей стихи Прогулка В степи В забвенье Бурном Бытия Ни человек Ни птица Я Ни на земле Ни в облаках Нет нужды В крыльях Мне В ногах София Карамзина Летела Порхая По жизни И Это совершенно Очевидно Из песен Которые Она пишет Екатерина Андреевна Не случайно Когда Пишет О чем-то О светском Приписывает Ну пусть Сонюшка Тебе Об этом Напишет Ну О всех Светских Известиях Сонюшка Тебе Напишет Вот этот Разный Тип Женщин Складывался Как раз В Салоне И между прочим В Салоне Карамзина Как В том Салоне Который Как я уже говорила Воспел Пушкин В Евгении Онегине В гостиной Истинно Дворянской Чуждались Щекольства Речей И щекотливости Мещанской Журнальных Чопорных Судей Хозяйкой Светской И свободной Был принят Слог Простонародный И новичка Провинциала Хозяйка Спесью Не смущала Равно Для всех Она Была Непринужденно И мила Это Речь Идет Опять-таки О Екатерине Андреевне Карамзиной Супруги Николая Михайловича Карамзина Но Надо Сказать Что Екатерина Андреевна Все-таки Была Женщиной Нетипичной Для своего Времени Скажем так Она Была Определенным Ну Не то чтобы Исключением Но Опять-таки Тем Идеалом Наподобие Вот Высоты Маши Протасовой Только уже Осуществившейся В семье В любви К мужу В воспитании Своих Детей Екатерина Андреевна Была Действительно Человеком Очень Изаурядным А в то же Время Модным Было Все-таки При этом Достаточно Иное Поведение Которое Было Описано Пушкиным И В посвящениях Например Графине Закревской И в его Произведениях Связанных Между прочим Тоже С ней Гости Съезжались На дачу Египетские Ночи И другом Неоконченном Наброске Я вам сейчас Покажу Эту удивительную Красавицу Того времени Как называют ее Беззаконной Кометой Аграфина Закревская Аграфина Закревская Беззаконная Комета По Прозванию Такому Очень Яркому Определению Поэта Вот эта Беззаконная Комета Она Создавала Ту Траекторию По которой Двигались Как раз Многие И многие И подражательницы И неподражательницы Она Создавала Тот тип Женщины Роковой Женщины Как потом уже Скажут Светской Львице Которая Может Разрушить Все Условные Привычки Устоявшиеся Законы Которая Пойдет По зову Страстей И это Всячески Надо сказать Тогда Ну Не то Чтобы Восхвалялась Но Тем не менее Было Несомненно Модным Тип Татьяны Лариной Которую Пушкин Выводит В Евгении Онегин Это Женщина Действительно Идеал Татьяны Милый Идеал И Мы Помним Что Татьяна Ларина На балу Сидит С блестящей Ниною Вранскую Сей Клеопатру Невы Это Нина Вранская Клеопатра Невы Есть Как раз Образ Связанный С Аграфеной Федоровной Закревской Вот Об этих Клеопатрах Невы О Беззаконных Кометах Наша С вами Следующая Передача А пока Всего Доброго Продолжение следует...